Тем временем стали известны новые подробности дела о крешивании прокурорами подпольных казинов в Подмосковье. Их сообщил один из обвиняемых, бывший начальник управления МОСОБЛ прокуратуры Дмитрий Урумов. Экс-прокурор также пригрозил своим коллегам новыми разоблачениями за громким делом. Следит мой коллега Владимир Роменский. Володя, прошу тебя. День добрый. Дмитрий Урумов рассказал, как прокуроры подключились к преступному бизнесу и кто руководил группировкой взяточников в Крышевате горные заведения. Бизнесмены Ивана Назарова, сотрудники подмосковной прокуратуры, начали после принятия закона, запрещающего деятельность казино. Когда автоматы были объявлены вне закона, Ванин из зала взял под опеку зампрокурор МОСОБЛАСТИ. Александр Игнатенко сообщил в интервью коммерсанту Урумов. Сам он также принимал участие в этих преступлениях, но сейчас активно сотрудничает со следствием. Экспрокурор дал признательные показания о 15 эпизодах получения им совместно с Игнатенко и другими фигурантами дела взяток на общую сумму более 17 миллионов рублей и рассказал о преступном распределении доходов. Кто-то получал мзду напрямую от владельца казино во время корпоративных тусовок, других стимулировали материально через Игнатенко. Дмитрий Урумов подчеркнул, что он и остальные фигуранты дела нормальные, в общем-то, люди. Мы работали в системе и были вынуждены подчиняться ее правилам, иначе она бы нас просто выдавила, говорит экспрокурор. Сама система, кстати, работала весьма неплохо, обладая достаточными полномочиями. Прокуроры могли активно прикрывать нелегальный бизнес и оказывать давление на главы райадминистрации, начальников ОВД и даже руководителей местной ФСБ. Сейчас Дмитрий Урумов активно пытается заключить сделку со следствием. Он уже находится под домашним арестом и делится необходимой информацией со следователями. Однако этому, по его словам, пытаются мешать в генпрокуратуре. Если там и дальше станут препятствовать заключению моей сделки со следствием, я молчать не буду, говорит фигурант дела. Урумов уверен, что не станет молчать его бывший начальник Александр Игнатенко, который сейчас находится в розыске. Перед тем, как пуститься в бега, бывший зампрокурор области прямо заявил, если меня возьмут, первым делом сдам всех генпрокуроровских. Спасибо большое, Владимир Роменский. О возможных новых разоблачениях сотрудников генпрокуратуры, конечно же, невероятно странная и даже забавная ситуация, когда открыто бывшие сотрудники ведомства говорят о том, что мы знаем, кто еще брал взятки. Но как-то все это остается пока в тишине и в разряде угроз.